Реконструкция улицы Ленина в Наринмаре подходит к завершающему этапу. По условиям контракта подрядчик компания «Стройуниверсал» завершит благоустройство автодороги к 30 октября. Качество выполняемых работ оценил глава региона Юрий Бездудный. Александра Литкова расскажет подробнее. Жители Кармановки с нетерпением ждут завершения реконструкции дороги по улице Ленина. Работы создают немало неудобств как пешеходам, так и автомобилистам. Приходится ходить и ездить в объезд, но конечный результат стоит того, чтобы еще немного потерпеть. Коррективы в работу дорожников вносят погода. Для того, чтобы асфальт прослужил дольше, укладывать его нужно только в сухую погоду. Нам важно, чтобы асфальт был качественный и укладывали тоже в хорошую погоду. Да, мы в соответствии с требованиями укладываем без дождя. Первый слой мы уложили практически на 90%. И будем приступать в ближайшее время ко второму слою. Но нужно дождаться хорошей погоды. Да. Чтобы асфальт был не просто качественным, а чтобы он пролежал как можно дальше. Дольше. Тем более, что у вас и гарантийные обязательства очень серьезные по этому объекту. Асфальт укладывают в три слоя. Два нижних по 7 сантиметров и верхний 5 сантиметровый слой. Всего 7,5 тысяч квадратных метров асфальта. Материал для дорожного полотна производят в Нарьенмаре. Параллельно с асфальтированием ведутся работы по оборудованию тротуаров, озеленению и благоустройству прилегающей территории. В пешеходную зону нам осталось выложить брусчатку и, соответственно, тактильную плитку для инвалидов. В принципе, работы по озеленению у нас уже идут своим чередом, вслед за установкой тротуарного покрытия. Напомню, контракт на выполнение работ был заключен с компанией «Строуниверсал» в 2019 году. Срок сдачи объекта – 30 октября текущего года. Выполнены работы по перекладке инженерных коммуникаций, установке столбов освещения, устройство дороги, пешеходной дороги, перекладка газа среднего давления, еще раз, протяженность дороги – 490 метров. Ну и, соответственно, устройство ливневой канализации через путем септиков. Вот, работы выполняются в срок, значит, у нас со стороны администрации Центр стройзаказчик проверяет качество работы сроки, поэтому нареканий нет. Благоустройство дороги реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Стоимость работ составляет 189 миллионов рублей, из которых 25 выделены из федеральной казны. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север».